Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами обсудим случаи бородавок на крайней плоти, многочисленных бородавок, которые возникли после удаления на крайней плоти. Пациент ранее обращался в кожевый диспансер по месту жительства, где ему диагностировали стаканечные кандиломы. Тогда было всего порядка пяти стаканечных кандилом, они были небольшие, пациенту, соответственно, было проведено удаление жидким азотом и назначен изопринозин. Никакие анализы не брались. Ну, соответственно, через примерно месяц кандиломы начали активно расти и спустя полтора месяца он обратился к нам с той картиной, которую вы можете видеть на картинке. Действительно, кандиломы резко увеличились примерно в 10 раз по количеству, они, так сказать, агрессивно достаточно растут. Соответственно, нами взяты первые анализы с поверхности данных кандилом и снутриканала на вирус папиллома человека. Выявлены вирусы папиллома человека 6, 11 и 44 типа в высокой концентрации, концентрация больше 10 в 6 степени. Были взяты соответственно иммунограмма общая анализ крови, где выявлено существенное изменение иммунитета. Иммунолог назначил соответствующее лечение, конкретно данному пациенту с его иммунограммой был назначен ангаронозон. Соответственно, на фоне данного лечения было проведено непосредственно удаление. Удаление было проведено под обезболиванием радиоволновым методом в течение двух раз, с интервалом в неделю. Первую неделю была удалена основная часть, затем, соответственно, произведено уже до удаления. Пациент наблюдался у нас в течение месяца, пока он проходил лечение. В дальнейшем у него уже не наблюдалось рецидивы подобных эстраконечных кандилом. Однако, соответственно, вирусы папиллома человека 6-го и 44-го типа сохранялись при повторном взятии материала через два месяца. Ему была повторно взята иммунограмма и назначен повторный курс лечения. После этого, примерно через полтора месяца был взят контрольный анализ и там уже только один шестой тип в низкой концентрации остался. Это к вопросу о том, что многие пациенты считают, что вирусы папиллома человека неизлечимы. Да, действительно, лечение их не простое. Однако, оно вполне достижимое и многие пациенты, которые к нам приходят и грамотно сдают анализы и получают терапию, полностью у них удается излечить вирус папиллома человека. Поэтому здесь нет ничего такого сверхъестественного. Единственное, что, конечно, без анализов и на глазок назначают таблетки того же изопринозин или другие препараты или какие-то свечи в задний проход, конечно, так излечить вирус папиллома человека действительно невозможно. Если вы хотите так излечить, то, наверное, действительно тогда это неизлечимый процесс. Поэтому наиболее часто и правильно делать удаление на фоне лечения, особенно при агрессивном росте, это останавливает, во-первых, рост, диссеминацию вируса, во-вторых, лечение должно быть обязательно подобрано с учетом иммунного статуса. При необходимости диагностики, удаления и лечения любых высыпаний, в том числе остроконечных кандилом в области половых органов, вы можете обратиться к урологам, венерологам и гинекологам нашего медицинского центра Платно-КВД в Москве. Нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобного образования. Ждем Вас в нашей клинике, также подписывайтесь на наш канал на YouTube и на наш канал Instagram. Спасибо за внимание.